Снова привет быть здесь, с вами. Всегда испытываешь особые чувства, когда находишься в этом центре культуры. И вот, наверное, специально мне сказали, что в фильме будет и огромный-огромный эпизод о тартангропском топории. Это действительно та история, которую должны знать у нас в стране, знать полночки, и которая, увы, была незаслуженно забыта все эти десятилетия. Этот фильм ждали без малого 80 лет, потому что о народном сопротивлении на Дону, да и в других частях, пожалуй, нашей страны, ну, если говорили, то только шепот. Потому что это та война, которая велась нашим народом не по указке откуда-то сверху, а по воле сердца, по воле совести. Так как могли, так и сражались, так как могли, так и боролись. И действительно, пожалуй, наверное, самое страшное – это действовать в тылу врага, зная, что в любой момент тебя могут замочить совершенно страшным подвергнутым пыткам, казням. И, несмотря на это, огромное количество людей принимало участие в движении сопротивления. А у нас на Дону, ну, наверное, одной из самых масштабных во всей нашей стране было организовано движение сопротивления. Как мы пришли к этой теме? Это, наверное, важно, стоит об этом сказать, что когда только у нас в стране начал отмечаться День партизана и подпольщика, жизнь свела меня с Анатолием Подушка. Это тогда уже был совершенно такой уже пожилой человек, а в 43-м году это был один из самых активных связных разведчиков отряда Трифоново-Югово-Ростовского городского партизанского отряда. И когда партизанский отряд поднял, по сути, восстание, когда Ростов начал отбиваться частями Красной Армии, Анатолию было 13 лет. Вступил он в отряд, лишившись отца, поддобы матери. Это был действительно сирота, которого подобрали наши подпольщики. И после этого знакомства, я думаю, что символичного, я понял, что об этих людях должны знать не только волкунские, наверное, специалисты, но должны знать очень-очень многими. После этого я со многими партизанами, подпольщиками пообщался и понял удивительную вещь, что основные бойцы партизанских отрядов и подпольных группы, это были молодые ребята, вот такие вот, которые сидят здесь, то есть 12, 13, 14 лет, а иногда и 7-8. Люди моего возраста во многом, когда началась оккупация, смыклись, решили подстроиться, а молодые ребята, которые родились и выросли в новой стране, в новой советской России, и они сказали, да нет, мы будем бороться, пока мы живы, мы будем давать отпор врагу. И основные, самые отчаянные, самые смелые бойцы сопротивления были именно вот такие вот молодые ребята, в том числе и в Пагомрокском подполье. Фильм, который вы через несколько мгновений увидите, как раз ориентирован на молодежь. Руслан Эдуардович, который выступит и расскажет об этом фильме после его окончания, как раз таки и задумывал этот фильм, чтобы он был ориентирован больше все-таки на молодежь. В фильме будут интереснейшие игровые сцены, в которых тоже снимались молодые ребята. И это действительно, я думаю, что дань памяти о тех людях, молодых людях, которые сражались и погибли, участвуя в движении сопротивления. Я очень надеюсь, что посмотрев этот фильм, вы начнете, может быть, и свои исследования, потому что это только начало темы. Начало большого-большого исследования и большой работы. Мы делаем только первые шаги, но делаем их, действительно понимая, что настоящие герои войны, настоящие люди, которые не смирились с оккупацией, они до сих пор неизвестны. И наш с вами, наверное, человеческий, гражданский долг рассказать о них, почтить их память. И в конце нашего мероприятия будет маленький сюрприз. Я вас познакомлю кое с кем, с теми людьми, которые точно так же, как и мы все, стараются сохранить память. И я думаю, что вы поймете, что изучение и рассказ о движении сопротивлений только начинается. Открыта только первая страница. И нам с вами писать эту книгу, писать и говорить о подвигах участников сопротивления, участников Таганрогского подколя. Мы с вами только в начале пути. И вам сегодня посчастливилось действительно прочитать вот на этом экране первые-первыхые сроки. Ну что, смотрим? Внимание на экран.